Всем привет! Зовут меня Илья. Рассказать я вам хочу сегодня об еще одном MLM-фреймворке под названием Reactive UI. Ну, перед тем, как говорить о нем, надо сначала дать небольшую вводную непосредственно Reactive Extensions, поскольку он построен на них. Про них них слышал, наверное, только ленивый. За последние два года эта платформа приобрела бешеную популярность, и начавшись с .NET, была портирована практически на все современные языки, популярные и используемые. Это далеко не полный список. Ну, у меня есть подозрение, что когда-нибудь кто-нибудь, может даже в ближайшее время, все-таки портирует его и на BrainFuck. Вот. Но, несмотря на свою сверхпопулярность, вообще-то Reactive Extensions не привносят ничего кардинально нового в разработку программного обеспечения. Идея-то достаточно простая, что что-то меняется, а если за это что-то меняется, то за этим можно наблюдать. Если за этим можно наблюдать, то, соответственно, на это можно как-то реагировать. И во всех языках, во всех платформах мы этим реактивным программированием все всегда занимались. События-это observable-это реактивное программирование. Ответы на асинк-реквесты-это тоже. События-это тоже реактивное программирование. Фактически, все, что бы ни было, все, что бы ни происходило в компьютере, так или иначе, сводится к той же самой парадигме. Что-то произошло, мы на это как-то отреагировали. Но в чем, собственно говоря, тогда популярность? А популярность в том, что Reactive Extensions позволяют задать отношения декларативно. А там, где декларативные определения, там они просто короче, понятней и удобней. Для примера можно рассмотреть, в Дотнете есть небольшой классик HTTP Listener. Можно на нем сделать свой очень маленький и очень простенький веб-сервачок. Работает очень просто. Приходит запрос, вы отправляете на него какой-то ответ. Проблема начинается тогда, когда вы, скажем, хотите, чтобы ваш сервер работал синхронно, то есть выполнял еще какие-то при этом операции. Или если вам необходимо обработать не один запрос, а несколько, то вам приходится сначала делать начало получения запроса, потом end получения запроса, диспоузить async state и так далее. Это все приходится зацикливать. После того, как вы это зациклили, вам в какой-то момент надо еще предусмотреть возможность прекращения всего этого дела, то есть завершения приложения. Возникают какие-то ошибки, ошибки надо обработать. Если у нас еще ошибка вылетит и в другом потоке, то все это вообще благополучно сломается и крашится приложение. И, казалось бы, очень маленькая и простая задачка, она в результате вырастает в кучу императивного кода. Куча котов, в которой мы через год уже начинаем путаться. Да, мы что-то сделали, забыли, надо изменить, елки-палки, что же делать. Реактив экстеншнс как раз позволят нам декларативно определить все поведение. Примерчик очень простой. В корне реактив экстеншнс сидят обзервабл, то есть те, кто генерят события, наблюдаемые. Есть набор хелпер-методов, который позволяет из стандартных паттернов, типа ивентов или асинхронного паттерна, получить обзервабл. Соответственно, первая инструкция, которая здесь есть, это как раз приведение стандартного паттерна асинк к обзервабл из HTTP-листнера. Далее нам надо что-то получить, что-то обработать в этом запросе, поэтому дальше идет селект, в котором из всего HTTP-листнера нас интересуют реально только два свойства. Это реквест информации о запросе и респонс, куда мы будем отправлять ответ. Следующее, что мы делаем, мы вгоняем это в репит. То есть говорим, что как только мы получили один запрос, мы должны поставить следующий на ожидание. То есть это по сути цикл. Retry позволяет нам избежать обработки ошибок. Ну, в данном случае, конечно, кондовенько, но просто. Возникает ошибка, эта штука сама себя переподнимет. Ну, Publish и ReefCount, они необходимы для того, чтобы обзервабл жил в тот момент, пока за ним никто не наблюдает. Вообще-то в это время они как бы помирают и ничего не делают, но вот он должен, в таком виде он должен жить. Ну, слушай, может быть опечатка. Не суть, да. Кому интересно, в конце есть ссылка на пример, точнее, на статью, где этот пример разобран более подробно. Так что можно будет посмотреть и там посчитать скобочки, допустим. А теперь самое интересное, что здесь мы задекларировали этот поток и где-то потом уже подписались. Вот, собственно говоря, в другом месте мы видим стрим, subscribe. То есть поток событий, подписались, и нам надо сделать от него send-response, то есть отправить какой-то ответ. А закроется все это очень-очень просто. Я делаю dispose при завершении приложения, и у меня все это благополучно сворачивается, и все замечательно. Вот, собственно говоря, вся прелесть реактивных расширений, декларативности. А теперь непосредственно о реактив УИ. Повторюсь, это очередной MVVM фреймворк, их вообще тысячи. Всяк кулик может хвалить свое болото. Ну почему именно MVVM фреймворк? Для меня, почему именно реактив УИ? Для меня был сугубо академический интерес. Мне давно хотелось попробовать куда-нибудь застандалить эти реактив экстеншенс, но как-то по жизни было некуда. На самом деле. И... Вот так вот в голове у меня все равно все это складывается к тому, что удобства все эти возникают ровно в тот момент, когда мне хочется сделать что-то неблокируемое, что-то обрабатываемое, а зачастую это именно пользовательский интерфейс. Так вот, реактив УИ, он как раз позволяет делать неблокируемый пользовательский интерфейс. Основная проблема заключается в чем? В том, что ГУИ, он ничего не знает, никаких обзервов. И ни о каких реактивных расширениях он ничего никогда не слышал. Он знает, что такое, ну, в частности, в сфере дутнета, это i95 property changed. Об этом он знает. Об этом он знает. Он знает, что такое там событие и так далее. Но, значит, чтобы мои свойства вью модула были обзервовы, их надо как-то к нему преобразовать. И, соответственно, свойства и команды, то есть методы, по сути, этот реактив УИ именно преобразует к обзервову. Туда и обратно. А теперь давайте посмотрим на это, на примере. Разберем задачку. Я хочу осуществить какой-то поиск. Я хочу, чтобы этот поиск работал у меня дружелюбно по отношению к пользователю. И когда пользователь вводит какой-то текст, у меня ему выдавались уже сразу релевантные результаты. Сейчас так модно. Гугл всех приучил. Но, во-первых, если я буду обрабатывать каждое нажатие событий, каждое нажатие кнопочки, это будет сначала слишком большое количество запросов с одной стороны на сервер сайт, с другой стороны выборка будет нерелевантной. Потому что по буковке A найдется все, что угодно. Мне там нужен арбуз. Соответственно, надо немножко подождать, пока пользователь все-таки доведет свое слово. Еще я хочу, чтобы эта штука была вся, не блокировала пользовательский ввод. Потому что если у меня в основном трейде пойдет запрос куда-то на сервер, соответственно, у меня все ляжет и никакого пользовательского ввода не будет. Что, собственно говоря, печально. Ну, получается, что мне вот эту всю штуку достаточно просто сделать, по идее, в императивном стиле. Я подписываюсь на события текстбокса, что там что-то изменилось. В этом событии поднимаю таймер. А, ну если это второе нажатие, то я предыдущий свой таймер грохаю, запускаю новый таймер. А потом дожидаюсь какой-то момент, что таймер сработал и начинаю искать. Опять-таки искать, буду ли или не буду. Хороший вопрос. А если у меня пользователь забил бэкспейсами все? Искать нечего, пусто. А если он ввел слово, второе, и забил, опять-таки оставил первое. Первое слово мы нашли уже, а второе, как бы он уже удалил. Зачем мне делать лишний поиск? Вот. И далее начинаются всякие другие аесли. А, скажем, ничего не нашлось. То есть у меня будет в интерфейсе где-то пустой список. Ну, непонятно. Соответственно, я хочу человеку показать, что я вот нашел ноль результатов. То есть ничего не найдено по твоему запросу. А поскольку я хочу, чтобы это все производилось в другом потоке, мне как-то бы надо уведомить человека, что что-то происходит. То есть я запущу какой-то прогресс-бар, чтобы он крутился. Вот. Ну, а если произошла какая-то ошибка? Мне надо как-то восстановиться, как-то ее обработать. И вот эти вот аесли, они все начинают копиться со временем. До тех пор, пока ваш код, который реализует очень простую задачку, не превращается в 10 страниц императивного ужаса, в котором вы потом, опять-таки, повторюсь, через год-два уже никогда не разберетесь. Да, и в результате такой, а, нафиг, давайте я все удалю, перепишу заново и напарюсь на все те же баги, которые я отправил год назад. Ну, у тестировщиков тоже должна быть работа. Так вот, reactive extensions, они декларативны. Соответственно, декларативен и reactive V. Делает он, повторюсь, единственное. Он преобразует свойства ViewModule к Observable и Command к Observable. Вот, вот эта вот, вся вот эта вот логика, которую я только что описал, она здесь описана в пяти строчках. А что тут, можно даже прочитать там, не знаю даже английского по сути. Когда изменилось значение, из ViewModule взял какой осетч терм, да, то есть строка поиска, подождать 800 миллисекунд, выбрать, затримить строчку, выбрать строчку, ничего не делать, если ничего не изменилось. И там, где строка не пустая, выполнить команду поиск. Далее я должен объявить команду. Я хочу, чтобы она была асинхронной. Это reactive команда executeSearch. Вот я опять-таки создаю из asyncTask асинхронного. И по сути она сводится к методу getSearchResults, который по searchTerm мне вернет список моих записей выбранных. Выполнится то он асинхронно, да. Соответственно, очень часто мы сталкиваемся с тем, что если у меня придет результат к биндингу из другого потока, у меня опять-таки приложение накроется. Эта штука заменяет и диспетчеризует обратно в основной поток. Далее. Интересный какой момент. Опять-таки к списку с результатами у меня прибит биндинг мой. То есть прибит, по сути, некоторый search лист. То есть вообще-то мне результат команды, да, как сам по себе не нужен, как сферический икон в вакууме. Мне он нужен как свойство, которое будет отображено в UI. Соответственно, вот, пожалуйста, я могу мою команду преобразовать к observable свойству. Вот так вот. То есть результат команды преобразовать к свойству. Ну и дефолтное значение. Соответственно, у меня этот списочек опять-таки будет самозаполняться. Что удобно и весело. Progress bar. Я его хочу показать. Но показать тогда, когда команда исполняется. Если команда не выполняется, если я ничего не ищу, он должен быть невидимым. Окей. Я имею дело с observable. А значит, я могу привязаться на событие. Начало выполнения, по идее, и завершение выполнения моего процесса поиска. У всех команд реактив в UI есть свойство из executing, которое, опять-таки, observable. Соответственно, я могу к нему привязаться. При этом я могу его конвертнуть. Оно булевое, а я вот его к visibility, к нему, преворачиваю. Вот. И опять-таки преобразовать этот результат к property. И, соответственно, уже в непосредственном представлении у меня к прогресс-визабилити прибит этот самый прогресс-бар. И он показывается ровно тогда, когда выполняется команда. Но главное, что я могу все это сделать каскадно. У меня есть еще задачка. Скажем, ну я куда-то хочу что-то там написать, когда что-то происходит. Допустим, влог, да? Да, не вопрос. Я беру, создаю вот такую вот команду небольшую, куда записываю влог. Просто количество найденных результатов. И прибиваюсь к свойству, опять-таки. Что когда у меня изменяется search result, а изменится он тогда, когда выполнится поиск. Я тогда влог запишу, сколько я получил данных. Мало того, что я хочу записать их влог, я хочу вывести эту строчку пользователю. Вот здесь вот ниже этот пример, как result count. Я точно так же подписываюсь к search result. Преобразую его, получается, через лямбду, по сути, к строчке. И опять-таки прибиваю к свойству. Свойства, опять-таки, показываются на форме. Вот. То есть можно все каскадировать. Можно делать вычисляемые свойства. Потому как, по сути, мой result count это и есть вычисляемые свойства. Но зачастую мы хотим, чтобы у нас вычисляемые свойства строились из не одного, а нескольких других свойств. Классический пример это редактирование цвета. Скажем, в RGB палитре у меня красный, зеленый и синий. Пользователь как-то меняет значение этих цветов. И в результате получается то, что мы хотим отрисовать. Отлично, я могу прибиться к трем свойствам. И когда любое из них будет изменено, у меня получится, будет пересчитан мой цвет. Пересчитан, опять-таки, преобразован в свойство. И опять-таки, прекрасно отображен на моем интерфейсе. За все приходится так или иначе платить. С одной стороны, если посмотреть на стек вызовов этого дела, то я увижу там где-то с 20 методов, что у меня все это куда-то проваливается. Наверное, это с одной стороны не очень хорошо, с другой стороны, будем откровенными, это все равно. Потому как, поскольку это все выполняется на клиенте, для него это не такие уж и большие ресурсы, за которые бы стоило бороться. Ну и, да, мне приходится все равно так или иначе делать хитрые вещи при определении моих свойств, которые прибиваются потом к модели. То есть, вот так вот у меня SearchTerm выглядит. Он непосредственно прибит к строке поиска. Вот так вот у меня выглядят результаты поиска. То есть, такое сложненькое объявление. Ну, вот тут вот так вот много слов. Честно, опять-таки, это не страшно, потому что все это болтается где-то в абсолютно другой части файла. Вот. И это никакой логикой не обладает само по себе. То есть, через год я не буду сюда смотреть. Я пойду сразу в метод, по сути, там, в конструктор ViewModule. И там уже в конструкторе ViewModule на одну страничку буду прекрасно видеть, что и куда у меня прибито. Вот. А зато тестируемо. Подтормаживает, там, подтормаживает, не тормаживает. Там есть overhead. Зато это все можно протестировать. Но тестируются, опять-таки, по сути, сами Reactive Extension. Это вообще отдельная песня. И немножко ломается мозг, когда пытаешься понять, как это происходит. Но в двух словах все крутится примерно на том, что тестовые кейзы Reactive Extension позволяют управлять временем. То есть, там есть виртуальная временная шкала. Вы, соответственно, можете эмулировать какой-то пользовательский вот там вывод. И двигать время куда хотите. Соответственно, вот здесь вот я создаю в тестики свою модельку. Если вернуться сюда, у меня здесь есть сразу забитая строка поиска, которая, вообще-то, отвечает условиям, по которым у меня должен состояться поиск. То есть, через 800 миллисекунд, после того, как у меня будет выполнен поиск, будет создана модель, у меня должен запуститься поиск. Я могу сдвинуть время на 799 миллисекунд и убедиться в том, что ничего не произошло пока. Дальше я могу сдвинуться дальше. И вот тут вот есть маленький хак. Поскольку мне хотелось, чтобы тест работал, а по идее источники данных в таких тестах по-хорошему надо мокать. Но мне не хотелось этим заниматься. Я просто поставил дилей. Подождал 5 секунд и в результате убедился, что да, все отработало ровно так, как я ожидал. То есть, мне пришел результат ответа, у меня там изменилась подсказка пользователю. То есть, по сути, мы получаем что? Мы получаем неблокированный UI с абсолютно декларативным подходом к определению ViewModule. И опять-таки к декларативному определению, как команд этого ViewModule. Собственно, вот и все, что я вам хотел сказать. А это вот по-честному материалы, которыми я пользовался. Непосредственно ссылочка на сайте к Reacti.fui. Есть прекрасное видео от разработчика на инфо-клуб Reacti.fui, где он гораздо дольше и интереснее, чем я, рассказывает о всем этом деле. Вот. И внизу как раз ссылочка на тот примерчик с HTTP-сервером, который делается непосредственно на Reacti.f. Extensions. А за сим все? Да. Три вещи. Это не совсем вопрос, за что я изменяюсь. Первое. Я как контейнер. Сейчас Reacti.fx, конечно, очень модный. К примеру, Angular 2. Сейчас он выходит в точный момент в Word. И он базируется полностью на первой модели, на Reacti.fx, конечно, на JavaScript. Записан синхронизации. Но тоже полностью есть network, есть HTTP-модель, работа с UI, работа с компонентами. То есть все от начала до конца, все на все в обру. То есть это не просто маркетинг, просто маргинальное что-то. Мы с ним скоро будем. Так я говорю, что об этом уже не слышал, только ленивый. Да, да, да. А вторая вещь. Я как бывший дутнейтер очень благодарен, что увидел еще от дутнейтера, который реактивный. Есть шикарное видео на Channel 9 в 2009 году. Эрик Майер и Брайан Бэтмен, они инсайд реактивный экстеншенс. У них один час компьютерного сайенса, где они объясняют, что реактивный экстеншен не просто какой-то там дизайн-паттерн. Они с помощью компьютерного сайенса доказывают, как теорема доказывает, что обсюрабл паттерн – это полная дуальная противоположность паттерну итератору. То есть они из паттерна итератор с помощью кастер-монтации выводят паттерн обсюрабл со всеми его методами. Если это просто хад-кор, я тогда впервые видел компьютер-сайенс. Но вы понимаете, поэтому… Ну, компьютер-сайенс – это жестоко. У меня в голове все обычно укладывается проще. Надо как-то все объяснять на бытовом уровне. Ну, так-то да. То есть, по сути, это реальная замена итераций. То есть, вместо того, что… То есть, итерация – это пулинг. Это пул-модель. Вот. А reactive extensions – это push-модель. Соответственно, все реактивные расширения – это push-нотификации, по сути. Если вот так вот по-простому, да, вот они в телефон приходят, это то же самое. То есть, push-нотификация тоже реактивна. Реально работает у нас. Есть один маленький сервачок, который абсолютно ненагруженный. Да, и там… Ну, в общем, он был сделан для интеграции с другой системой. И вот к нему это прибито, прекрасно работает. Ну, там, правда, я не могу сказать, насколько это там быстро, небыстро, медленно, немедленно, потому что нагрузка на него, откровенно говоря, смехотворная. Ну, в продакшене реально висит, на нескольких объектах реально работает. Да трудно сказать, где его не стоит, на самом деле, применять. Все же зависит от этого самого. От того, во-первых, каким языком и каким фреймворком вы пользуетесь. Вот. То есть, скажем, если взять сервер-сайт на том же Дотнете, то сейчас реактив там теряет смысл, потому что есть TPL. То есть Task Parallel Library, который активно развивается, получается, Microsoft. И во многом он это может заменить. И, повторюсь, сам не проверял, просто-напросто поэта. Одна сорока на хвосте принесла. Я там в очередном хувливаре читал, что он дает гораздо большую производительность. То есть, время отклика у него меньше. То есть, повторюсь, реально, то есть, вот здесь вот стэк вызвал где-то порядка 20 функций. Что они там у себя внутри делают? Ну, что-то делают. То есть, на сервер-сайт бы я не стал это пихать. С другой стороны, сервер-сайт тоже бывает разным. Бывает он не шибко нагружен. Бывает, что у вас, может, там нету Task Parallel Library, да? У вас что-то другое там есть. Нет такого удобства. И, возможно, вы можете пожертвовать там какими-то крохами производительности на то, чтобы не класть себе грабли в дальнейшем в работу. Ну, да, если это работа с сетью и большинство, конечно, пользуется, то это грязь будет все редких исключений будет более-менее. А UI с чем интегрировали? В связи с перенечкой? UI интегрирован с VPF. Я непосредственно ковырялся с этим самым, с UVP, Universal Windows Platform. Ну, там, по сути, тот же VPF. VPF и Windows Forms, по сути. Вот. Еще вопросы? Спасибо большое.